МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В младшей группе у нас приятно отметить, что в этом году соревновалось 12 мальчиков по младшей группе. Это большая у нас проблема всегда, потому что мальчишек занимается мало, участвующих в финале в зональном первенстве тоже очень мало. Ну вот в этом году 12 человек. У мальчиков в младшей возрастной группе не было равных красноярцу Дмитрию Шелковникову. Он показал лучший результат, но к качеству проката отнесся самокритично. Откатала я не очень хорошо, мог лучше сделать произволку, ткать и короткую. Но тем не менее ты первый, в чем ты сильнее? Даже не знаю. Ну, может быть, техника в прыжках лучше. Серебряным призером в младшей группе среди мальчиков стал амич Максим Фараджиев, который также завоевал путевку на первенство России. Для меня впервые будет от первенства. Ну, а как ты будешь готовиться? Что чувствуешь сейчас? Ну, у меня есть только месяцы, и мне надо готовиться. В отличие от Максима, для фигуриста из Приморского края Ярослава Нечаева, который победил в старшей возрастной группе, это уже третья путевка на национальное первенство. Жду улучшить свой результат относительно того раза. Это зависит и от тренировок, и от настроек. Например, если ты просто тренировался, тренировался, а потом начинаешь очень сильно волноваться, то мало шансов, что все получится. У девочек в младшей группе чемпионкой турнира стала Ярослава Иванова из Красноярска. Это достойно, потому что я первый раз приехала на зону. И еще поехать на Россию, это для меня достаточно хорошо. Я с самого детства хотела научиться летать. И до сих пор об этом мечта. Хочу научиться. И вот на фигурном катании я этого добиваюсь. Учусь летать. У старших девочек Полина Иванютенко из Владивостока набрала большее количество баллов. За чемпионку красноречиво скажет фрагмент ее произвольной программы. АПЛОДИСМЕНТЫ Я больше тренировалась, я следила за всеми соперницами и хотела выложиться на всю программу. Вторая путевка на всероссийский финал у амбички Дарьи Третьяковой. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Были намного лучше прокаты у меня. У меня получилось почти все прыжки, кроме двух. Это дупель и дупель в каскаде. После дупля в каскаде я сделала наклон с выезда, а после осольный дупель я его не сделала. Ну, вращения были хорошими, дорожка тоже, распечатка хорошая была. Сильнейший фигурист из зонального первенства России, прошедшего в Омске, теперь отправится на финальные соревнования, которые пройдут 14 марта в Твери. Редактор субтитров А.Семкин